Всем привет! Это Портавик и мы предлагаем вашему вниманию видео обзор навигатора Garmin Colorado 300. Это очень интересный аппарат с поистине огромным набором функций. Сразу предупреждаем, предназначен он скорее не для автомобилистов, а для любителей пешего туризма, охоты и рыбалки. В машине даже работать с устройством будет не очень удобно. Экран тут не сенсорный, вертикальной ориентацией, все управление осуществляется кнопками, да и само устройство габаритное, очень толстое. Но вот тем, кто путешествует пешком, да еще и в сложных погодных условиях, Garmin Colorado 300 станет помощником незаменимым. Почему? Рассказываем по порядку. Начнем с корпуса. Аппарат выполнен из отличного пластика и очень плотной качественной резины. Отменное качество сборки, никаких зазоров или открытых разъемов. Проще говоря, все предусмотрено для защиты навигатора от различных туристических неудобств, типа дождя, снега, брызг или грязи. Большая часть поверхности резиновая, отчего устройство удобно держать в руках, не боясь, что оно выскользнет. Дисплей имеет диагональ в 3 дюйма, он отличного качества, справляется с бликами и углы обзора тоже замечательные. Еще раз напомню, экран не сенсорный. Расположение элементов управления рассчитано так, чтобы было удобно человеку, держащему Colorado 300 в руке. То есть все кнопки размещены над экраном. Здесь большое навигационное кольцо с писанной кнопкой ввода. С помощью кольца можно устанавливать настройки или переходить по меню. Рядом софт кнопки. Наверху антенны кнопка включения аппарата и прикрытые заглушки разъема для антенны внешней и для мини-USB. Вот собственно и все. Никаких других кнопок. Но впрочем они не нужны. Управление удобное и интуитивно понятное. А уж поуправлять тут есть чем. Garmin не раскрывает светения об установленном GPS модуле. Как он и называется, ни его тип, никаких светений. Впрочем, как и об операционной системе. Но работает все здорово. Время холодного, то есть первого запуска, менее минуты. Еще одно достоинство Garmin Colorado 300 и его функциональность. Возможностей действительно много. Тут точки интереса, запись треков, электронный компас и совсем уж не родные автомобильным навигаторам. Альтиметр, то есть высотомер. Информация о восходах и закатах. Или, например, подробная информация о лучшем времени для рыбалки на каждый конкретный день. Если даже вы передвигаетесь на лодке или, к примеру, яхте, тоже найдете много полезного. Навигатор сигнализирует о дрейфе и якоре, отклонении от курса, ну и так далее. Минусы, конечно, тоже есть. Это карты. Территория России тут не очень хорошо проработана. Только самые крупные города и основные магистрали. Но, впрочем, карты можно загрузить дополнительно. Обратите внимание, что в устройстве нет аккумулятора, а питание осуществляется с помощью пальчиковых батареек. Это удобно, опять же, для туристов. Вот вряд ли кто-то будет брать в горы или на рыбалку компьютер. А запасные батарейки много места не займут. Подытожим. Мы имеем дело с очень функциональным, качественно сделанным и надежным устройством. Здесь есть и автомобильный режим работы, но все же основными его покупателями, скорее всего, станут туристы, охотники и рыболовы. Для них это действительно отличный навигатор. Продолжение следует...